Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать об изумительном растении, которое называется монарда. Пришло оно к нам из Северной Америки. Исключительно интересное растение. На сегодняшний день найти о нем информации, как о лекарственном растении, в источниках в интернете, можно, но немного. Как правило, предлагают это растение сушить. Вот, либо получать из него масло. Я же предлагаю из этого растения сделать вытяжку. Вытяжку мы берем спирт, поэтому я заготовила сразу пол-литра, мы сюда будем ложить. Почему? Потому что есть основные принципы в травничестве. Если в растении ценные смолы или эфиры, то их тянут спиртом. Кроме того, там есть много полезных веществ, флавоноидов и так далее, которые можно тянуть не спиртом, которые можно тянуть водкой. Поэтому мы в данном случае будем срезать цветочки и закладывать сразу спирт. Эфиры, они летучие. Их надо быстренько-быстренько все складывать в спирт. Поэтому я открываю баночку, и мы срезаем сюда верхние части растений. Закладываем сразу в спирт. Две трети банки мы заложим в спирт, и потом остальное дополним спиртом. Вот я упаковываю еще немножко и дополна дольем потом спиртиком. Обратите внимание, я срезаю не все цветки. У меня немного монарды. Это первогодка у меня, по сути дела. И с остальных ростков дальше будет вторая часть развиваться. Вот это я сейчас делаю настойку на спирту. Потом будет вторая часть, которая будет сделана на водке. Она настоится тоже 30 дней. Сейчас отрастут новые цветочки. Настоится 30 дней, потом я их смешаю. То есть цель вот этой настойки – вытянуть эфиры и вытянуть те вещества, которые тянет 96% спирт. Цель второй настойки водочной – вытянуть флавоноиды и так далее. Вещества и потом при смешивании они объединятся. Перед употреблением мы это все разбавляем водой. Зачем нам нужна монарда? Монарда – великолепное антибактериальное средство, антипаразитарное средство, антигрибковое средство, антивирусное средство. Она работает с иммунитетом, она работает с сосудами, сердечно-сосудистой системы. Она делает их более эластичными и она восстанавливает сосуды. Монарда работает с желудочно-кишечным трактом, благоприятно влияя на него. Монарда вообще улучшает пищеварение. И, например, если вы даже возьмете кофе, который вам не очень нравится, и добавите туда один листик вот такой вот монарды, заварите, зальете кипятком, то даже самая гадкая лаваза с робустой российского производства станет хорошим кофе. Вообще применение многогранно, но как-то принято у нас монарду сушить, как сушат основные травы. На самом деле польза монарды в гидролатах и либо в такой вот вытяжке спиртовой перед употреблением разводить водой. И смешивать еще с водочным вариантом. Изумительное растение. Я считаю, что оно достойно быть на наших участках не только по красоте. Вот эта первогодка, да, посаженная осенью. Один цветочек был посажен, куплен, посажен, вот он разросся в такой кустик. Через несколько лет я разведу, и тогда можно будет делать и гидролат. Великолепное растение. Рекомендую всем. Будьте здоровы и наслаждайтесь естественной природной красотой и здоровьем.